С самого начала своего исторического бытия Русская Православная Церковь ведет список свидетелей веры Христовой и молитвенных предстоятелей пред Богом, пополняя его новыми именами. И куда бы ни привела нас паломническая тропа, православный христианин найдет немало святынь и святых подвижников для поклонения и молитвы. В собор мучеников и исповедников российских XX века вписаны многие имена от Астанайской и Алматинской епархии. Годы репрессий в пределах Казахстана томились в лагерях и ссылках и приняли мученическую смерть за Христа верные чадо Русской Православной Церкви, среди которых были архиереи, священники, монахи, миряне, здесь служившие или сосланные в Казахстан из различных епархий бывшего Советского Союза. И вот пришло то время, когда Святая Церковь прославила имена тех, кто своей жизнью, своей молитвой, своей кровью засвидетельствовал об истине православной веры, о верности Христу. Астанайская и Алматинская епархии Русской Православной Церкви берет свое историческое начало с 1871 года, когда была образована Туркестанская епархия с центром в городе Верном, ныне Алматы. Первым православным храмом города стал Софийский собор, разрушенный в богоборческие времена. Сегодня он возрожден к жизни и является главным храмом Иверско-Серафимовского женского монастыря. Обитель эта была основана в 1908 году, и уже через год в монастыре подвязалось 80 сестер. Этот монастырь прославился своей чудотворной Иверской иконой Божьей Матери, грандиозными крестными ходами, стойкостью в вере своих насельниц. Одной из первых жертв репрессии стала монахиня обители Евдокия, расстрелянная в 1918 году. Вскоре монастырь закрыли. Насельницы со смирением приняли тяжкие испытания. Кто был расстрелян, кто сгинул в лагерях. Обитель была вновь открыта весной 2004 года. Приехали сюда видеть только кучу мусора. Куда девался старый храм, все растаскали по бревнишку. Владыка задал вопрос, там еще один человек, наверное, пилил. Что же ты делаешь, ты же храм разоряешь. Ну, все делайте, я делаю. Вот так, вот такие оправдания были. В общем, куда-то увезли этот храм, растастили бы кусочком. И потом, значит, собрали церковный совет, так называемый, десятку. Общину зарегистрировали. И как бы стали уже молиться на этом месте. Служили вот в палатке. Потом маленькую такую часовинку сделали. Вот служили мы в первые дни на этой площади. Отдали нам эту площадь. Но так, на время пока. Владыка Мефодий служил здесь молебен с благочинным. Освятил это. То есть заложили краеугольный камень строительства этого храма. Вот, и вот, слава тебе, Господи, что мы уже даже... Я еще мечтал, как бы я хотел бы послужить в этом храме, который вот при мне начался строить. И вот, слава Богу, и моя мечта сбылась. Господь меня еще претерпел, не знаю сколько, но вот я сейчас в этом храме служу. В комиссии по канонизации святых, действующей при Алматинском епархиальном управлении, был собран огромный материал, отражающий подвиги новомучеников и исповедников, пострадавших на земле Казахстана. Священномученик Пимен, епископ Семереченский и Вернинский, по материнской линии, состоял в родстве с семьей священномученика философа Арнацкого, был воспитанником святого праведного Иоанна Кронштадтского. Владыка Пимен прожил свою жизнь безупречно честно, как православный епископ и как сын России. Праведник Божий, он был расстрелян в 1918 году в роще Баума, расположенной в то далекое время в восьми верстах от города. Там, где лежал оставленный палачами мученик, стоит дерево, на котором можно заметить старые гвоздики от образков. Здесь было место тайного паломничества христиан. Недалеко от Алматы, высоко в горах, на высоте около двух тысяч метров, среди вечно зеленых теншанских елей, в ущелье расположена свято-серафима-феогностовская пустынь, устроенная иеромонахами Серафимом и Феогностом, мученически погибшими в 1921 году. Это были образованные иноки, совершавшие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Они были монахами Глинской пустыни, одного из величайших духовных центров Руси. Подвязались в Свято-Троицком монастыре на озере Иссыкуль, откуда были призваны архипасторем в город Верный, где продолжили свое служение Господу и людям. По особому Божьему указанию они пришли в Оксайское ущелье и основали скит. Здесь приносили они свои усердные молитвы Господу. Здесь были невинно убиты безбожниками-красноармейцами. Здесь ныне располагаются своими святыми мощами, а душами предстоят у престола Божия о нашем спасении. И хоть сменилось ни одно поколение, никогда не зарастала тропа на преснопамятную могилу мучеников, духовный образ которых навсегда запечатлен в памяти народной. Более гонимы, за веру гонимы. Здесь были убиены они в 21-м году. Вот и здесь они захоронены, и здесь их мощи находятся. Вот из которых, как и нам, исцеление есть, которые посещают храм, это место пустынное, они получают исцеление от этих мощей святых наших угодников. Приходит много, конечно, и из других городов приезжают. Сюда и все испытывают удовольствие, такое ощущение, что здесь святость есть. Вот, и получают они исцеление. Первый раз я сюда поднимался в три года. На тот момент не было ступень, был просто склон. Вот оттуда и начинается моя детская память. То есть такие первые воспоминания здесь, то, что я первое помню. Сложный был подъем на четвереньках, на руках. Потом приходили сюда, постоянно поднимались. Жили, вот сзади меня домик стоит, шалашик. В нем жили, была могилка, стоял крест. И потихоньку начинали тут сооружать, делали ступеньки, отмечали крестами могилки, какие-то шалашики, где, возможно, жили монахи, Серафим и Феогносты, и же с ними. Сооружали часовинку маленькую, чтобы люди приходили и чтили монахов. Невозможно перечислить все те чудеса и исцеления, которые происходили и происходят по сей день на могиле преподобно-мучеников Серафима и Феогноста и у их честных мощей. Сотни паломников идут сюда, чтобы почтить их память, помолиться и испросить помощи в нуждах, найти утешение в печали, считая убиенных заступниками нашими перед Богом, предстателями заверных и неверных, за весь город, раскинувшийся у подножия гор. Каким далеким прошлым веет от этого звона, от этого шествия, от всей церемонии богослужения... Это хроника 1960 года. Трудное время для православной церкви продолжается. Но несмотря на все запреты и препоны безбожной власти, православная вера жива в Казахстане. Алма-Атинский владыка Николай зажег людские сердца своей молитвой, горением своего духа. Он раскрыл человеческие души, и огонек веры в душе народной вновь разгорелся. Владыка Николай открывал этот собор в 1946 году, после его возвращения в Русской Православной Церкви. И на протяжении 10 лет Владыка Николай совершал здесь свое служение. Это был его кафедральный храм. Именно здесь, в этом храме, верующие люди могли слышать тот прекрасный баритон, которым облатал владыка-метрополит. Он настолько любил богослужения, что старался не пропускать, ежедневно не пропускать богослужения. И если по состоянию здоровья он не мог сам совершать богослужения, то он обязательно становился на клирос, и с клироса был слышен его приятный баритон, который разносился под сводами нашего собора. Пережив лагеря, ссылки, гонения, горе и нужду, уже будучи архиепископом, Владыка Николай был назначен управляющим только что образованной алматинской и казахстанской епархии. Владыка прибыл в Алма-Ату 26 октября 1945 года в день празднования Иверской иконы Божьей Матери. В Алма-Ате не было ни одного действующего православного храма, а во всем Казахстане их насчитывались единицы. Бывшая в то время атмосфера страха, подозрительности заставляла людей, если не забыть о Боге, то глубже и глубже хранить и прятать память о Нем в душе. Владыка Николай сумел духовно преобразить казахстанскую епархию. Православный люд со всего города и его окраин стал стекаться к нему в церковь. Не представляется возможным и посильным описать все труды, понесенные Владыкой Николаем по созиданию духовной жизни на Богу, просвещаемой земле Казахстана. Он открывал православные приходы, с апостольской ревностью и отеческой любовью заботился о веренном ему христовом стаде, отдавая себя без остатка Богу, церкви и людям. Шло время. Силы постепенно покидали Владыку. 25 октября 1955 года окружающие заметили приближение конца. Стали читать отходную, дали в руки Владыке зажженную свечу. И с последними словами канона на исход души святитель тихо и спокойно испустил свой последний вздох. Это было, когда в Никольском соборе зазвонили к вечерне в канун празднования Иверской иконы Божьей Матери, которую Владыка так любил сам возглашать. «Радуйся, благая вратарнице, двери райские, верным отверзающие». Владыка и поныне в каждом, кто обращается к нему, преподает свое архипастерское благословение и возносит свои усердные молитвы к престолу пастыря-начальника, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но и вместе с тем, наверное, кто-то, может быть, и с этим благословением слышит и иные слова и назидания, как бы возносящиеся от его нетленного тела. Наверное, эти слова могут быть примерно такими, «Чада мои» – «Будьте верны Христу», «Будьте верны православию», «Стремитесь в своей жизни исполнять заповедь так, как исполнил их я в своей жизни». Тогда вы действительно будете достойными детьми своего Господа и его Святой Церкви. По благословению Святейшего Патриарха Алексея II и Священного Синода был установлен день празднования Собора Новомучеников и Исповедников, пострадавших в земле Казахстана. С любовью и благоговением обращаемся мы сегодня к их подвигу. В их жизненном пути, исполненном страдания и скорби, православные христиане находят образ веры, пример жертвенной любви к Богу и ближним, опору в переживаемых испытаниях. Нам надо помнить о тех, кто своими страданиями вошел на этой земле на свою Голгофу, ибо мы ходим по этой земле, обогренной их кровью и освященной их молитвой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok